МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родиной кумкватов считается Китай, где выращивают несколько видов этих цитрусовых, но все они изящны. Овальные плодики сантиметра на 4, не больше в сечении 2. Разница лишь в цвете да вкусе, но это уже к гурманам. Мы же, как всегда, прежде всего о названии. Трудно произносить правильно, не определенное по значению. Так вот, кумкват в переводе с одного из южнокитайских диалектов означает золотой апельсин. Однако так и хочется сказать апельсинчик. Нежное золотце с далекой китайской цитрусовой ветки, которая, кстати, в мире встречается и под другими именами. Кинкан, фортунелла, китайский мандарин. И славится своим полезным запасом. Однако вот какая штука. Если пользу свежей цитрусовой малютки мы не всегда можем оценить, равно как и вкус, по самым разным причинам, то и навяленый кумкват, довольно часто встречающийся в предлагаемом нам магазинами и рынками сухофруктовом ряду, мы тоже смотрим с подозрением. Абсолютно зря. Особая интересность вяленого или сушеного кумквата состоит в том, что он готов к употреблению прямо с кожурой, что ни одному цитрусовому даже не снилось. А ведь и кожура по сравнению с мякотью не отстает по части содержания всяческих разных полезных веществ, распространяться о которых над столом с практически уже готовым блюдом, пирогом, наверное, вряд ли уместно. Словом, кумкваты это вкусно, вяленые кумкваты актуальны, особенно в те времена годы, когда из свежих фруктов и овощей мы практически ничего полезного не получаем. И просто в прикуску с чаем они доступны, аппетитная роскошь. А уж пироги! Пирог с кумкватами. Яйцо соединить с сахаром, солью и размягченным сливочным маслом. Добавить кефир, муку, разрыхлитель, ванилин, овсяные хлопья. Тесто должно получиться однородным и вязким. Тесто выложить в форму, смазанную маслом. Сверху распределить, чуть выдавливая, дольки лимона и кумкваты. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 35 минут. Приятного аппетита, яркого, оранжевого, цитрусового настроения, ну и, конечно, вкусной домашней выпечки. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok